МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на седьмом канале. В студии Алексей Кован. Главным темам этого дня остались без крыши. Как находиться с детьми, с женой в таких условиях, где ниоткуда помощи не можешь получить? Семья из Березовки вынуждена скитаться по незнакомым людям. После пожара у них нет ни дома, ни помощи от чиновников. Арест и уголовное дело. Учитесь хорошо, не берите, принято с ним. Красноярцу не понравился внешний вид подростка, и он пустил в ход кулаки. Но наказали его за другое. Чужой не пройдет. И тут приезжаешь к тебе, и тебе бах, шлагбаум. А как я домой попаду? А как хочешь, так и попадай. Дачникам пригрозили закрыть проезд к их участкам. Дорога проходит по территории соседнего сообщества. Снова тонем. Вчерашний дождь по традиции превратил городские улицы в каналы. Тонули машины, пешеходы и даже пассажиры автобуса. А теперь обо всем подробнее. 11-летний мальчик выпал со второго этажа школы во время перемены. Инцидент произошел в гимназии номер 3 в Октябрьском районе. После окончания урока пятиклассник самостоятельно открыл окно и упал на асфальт. Школьника экстренно доставили в больницу. У него диагностировали перелом ноги и закрытую черепно-мозговую травму. Причину его поступка сейчас выясняют следователи. Директор школы от комментариев журналистам отказался. Ранее ребенок и семья в поле зрения правоохранительных органов не попадали. Пьяный красноярец избил на улице подростка. Агрессору не понравились длинные волосы жертвы. Это произошло на улице Воронова. Мужчина встретил компанию молодых ребят, начал их оскорблять, а после и вовсе перешел к действиям. Мужчина несколько раз ударил подростка по лицу, а также пнул девушку, которая была в компании с молодыми людьми. В итоге в стычке у парня сломаны два зуба, синяки на лбу и рваные раны на губах. Полицейские задержали нападавшего, составили протокол за мелкое хулиганство и побои. Выяснилось, что у агрессора уже есть штраф за недостойное поведение, который он не заплатил. За это его арестовали на двое суток. Прокуратура дала указание возбудить уголовное дело. Сам мужчина теперь извиняется. Вчера сделал противоправные действия против молодого человека. А так как был Денис Знаний, я хочу принести свои извинения всем учащимся и родителям этого молодого человека. Учите хорошо и не берите пример с меня. Дорожный конфликт. Больше двух тысяч жителей элитного поселка под Красноярском рискуют остаться без единственного проезда к своему дому. Все из-за того, что соседи решили установить шлагбаум и закрыть дорогу. А сделать они это могут абсолютно законно. Подробности в следующем сюжете. И тут приезжаешь к тебе, и тебе бах, шлагбаум. А как я домой попаду? А как хочешь, так и попадай. Наталья рассказывает, что специально покупала участок в хорошем месте на природе. Да вот только единственную дорогу к ее дому скоро перекроют. Оказывается, что кусок проезжей части в два километра принадлежит соседнему СНТ, которая не желает больше пускать на него чужие автомобили. В итоге, оказывается, у нас ничего нет. Никакой дороги уже с 21-го года. Поэтому мы вообще здесь все в шоке. Это единственная дорога, то есть нам добираться практически не на чем. Нам перекрывает единственный на данный момент проезд к нашим участкам. Смысл чего нам? Мы понять не можем. Мы будем вертолеты теперь еще покупать, чтобы туда забрасываться? Или как? Тут, значит, будем машину не оставлять и пешком на велосипедах ездить до своих участков? А зимой мы что будем? Лошадей и грузовой транспорт? В поселке больше 500 домов и постоянно проживает там почти 2500 человек. Большинство из них работают в Красноярске. Да и детей возят в школы и детские сады, ближайшие из которых находятся в элите. У нас не будет доступа на выезд к элите. И мы не сможем выехать, те, кто проживает там. Нам нужно будет выехать. Потому что все магазины, ближайшие магазины, это вот у нас вот здесь вот магазинчик. Ну, он уже за территорией вот этой части дороги. Дети, соответственно, школы, это все в элите. Есть и те, кто еще даже не успел переехать в новый дом, но уже столкнулся с проблемой. Люди хотели жить в комфорте, а вместо этого становятся заложниками своих соседей. Очень обидно от того, что действительно нас государство поддерживает, выделяет нам, дает такие возможности взять семейную ипотеку и жить за городом с детьми. Вот у нас двое детей. А по факту получается, что не все так красиво и не знаю, как мы будем дальше жить здесь. По факту, да, мы заложники. 20 лет платить ипотеку, а приехать сюда я не знаю, когда получится и на чем. Больше всего люди переживают, что из-за нового шлагбаума к ним не смогут проезжать и экстренные службы. А ведь живут здесь и инвалиды, которые часто вызывают врачей на дом. Да и опасность пожара здесь периодически возникает. И запах как будто кто-то топит что-то. А потом только когда деревья все всполыхнули, тогда только мы почувствовали, что эта трава горит, там больше гектара сгорела. Пожарная приехала минуты три, очень быстро приехала. До моего забора где-то за 10 метров всю траву остановили. И, соответственно, если бы не было проезда, я бы даже не знал, чем это все закончилось. Люди винят в бездействии председателя. Ведь он точно знал, что дорогу могут перекрыть. Но, по его словам, еще в 2013 году поселок получил разрешение на доступ к дороге от Крудора. И именно он занимается ее обслуживанием. И о таком решении соседей председатель заранее не знал. Да и путь решения конфликта у него уже есть. Вот только новую объездную дорогу придется строить примерно полтора-два года. А на этот период все-таки как-то нужно договариваться. Однако в соседнем СНТ на контакт идти не хотят. А то, что они оставляют больше двух тысяч человек без проезда к своему дому, их совсем не интересует. Надоели. Надоели. От нас неудобства. Раньше они шли на контакт. Мы были в диалоге до последнего момента. Как бы в поисках совместного решения. Я надеюсь на сервитут. У нас есть официальное заключение, что этот проезд является единственным. Люди предлагали за свои деньги заасфальтировать данный участок дороги, чтобы поднималось меньше пыли. Также они согласны на сервитут и готовы платить взносы в соседнее СНТ. Но там на все получают отказ. Поэтому в мирное решение конфликта жители Западного уже не верят и готовят обращение в прокуратуру. Они делают акцент на том, что нарушается сразу два пункта жилищного кодекса. Право на доступ к дому по дороге и пожарная безопасность. Григорий Горячек, Дмитрий Комаров, Седьмой канал. Красноярск снова поплыл. Вчерашний дождь основательно затопил городские улицы и ливневки. В очередной раз проиграли бушующим потоком. Непогода застала горожан в вечерний час пик. Автомобили тонули в грязевых реках по самые фары. Особенный коллапс наблюдался на улице двороческой бригады. А пешеходы были вынуждены добираться домой прямо по лужам, не жалея собственной обуви. Не нашлось спасения и в автобусах. Вода затекала в малейшие щели, не оставляя пассажирам никаких шансов выйти сухими. Но и тех, кто решил спасаться от непогоды под крышей зданий, тоже ждал сюрприз. На улице Ястынская затопило гипермаркет. Под напором стихии крыша не выдержала, и весь поток хлынул прямо на голову покупателям. Та же участь настигла и многоэтажный дом в Преображенском. Бурным потоком вода бежала вплоть до первого этажа. Вот только не все жители успели спасти свое имущество. Видимо, соседей дома нет. Они приедут, будут в токе. С потолков вода, а кровля сгорела так, что может рухнуть в любой момент. Из-за сильного пожара семья с двумя детьми в Березовке осталась без крыши над головой. В этом доме они прожили всего год, а когда смогут сюда вернуться, даже не знают. Ночуют у соседей, пытаются найти помощь, но пока не могут даже залатать крышу. Иначе не получат выплаты от страховой. Подробности у Натальи Архиповой. Неизвестно, на какой слой это все прогорело. Доски, бревна. То есть еще пару раз дожди, и это может все обрушиться. Разорваны потолки, разбросаны вещи, мокрые полы, вздулись, расправленные кровати. Напоминают, что пожар застал хозяев ночью. Если посмотреть на крышу дома, в опасениях главы семейства можно только убедиться. Кажется, конструкция вся состоит из углей и непонятно вообще, как еще держится. Огонь вспыхнул в субботу. У пожилой соседки загорелась баня. Пламя перекинулось на дом, который, к счастью, кирпичный. Все, закончилась вода. Такие потопы стали ежедневными. Сначала из-за воды, которой тушили огонь, а после постарались дожди. Но даже когда осадков нет, хоть немного просушить комнаты не получается. Электричества нет, а значит, тепловых пушек и отопления тоже. У нас стоит котел. Котел идет от насоса. Насос толкает воду по системе. Соответственно, насос логично работает от света. Света нет. Нет отопления. Воды тоже нет. Чтобы качать ее из скважины, нужно электричество. Залатать дыры в потолке, да и вообще хоть что-то сделать, хозяин пока не может. Сначала должны оценить ущерб, чтобы семья могла обратиться в страховую. Только услуги оценщика обошлись в 40 тысяч. И нужно дождаться бумаги от пожарных с установленной причиной возгорания. И на все это нужно время. А его у семьи с двумя детьми нет. Как находиться с детьми, с женой в таких условиях, где ниоткуда помощи не можешь получить. Я не прошу, чтобы мне миллионы отдали, чтобы это началось. Мне просто, чтобы сейчас куда-то свою семью определить. А сейчас я ничего не могу сделать. Сейчас руки просто тупо завязаны. Сейчас мы просто ходим. Мы никуда не можем уехать. У нас хозяйство находится здесь. Собаки, кошки и больше двух десятков кур. Двух, кстати, лишились во время пожара. Их сородичи затоптали в панике. А еще ребенку нужно в школу, поэтому уехать семья не может, да и некуда. Пока их приютили у себя добрые люди в поселке. Говорят, уже и вещами готовы помочь. Только складывать их негде. Максим рассказывает, ходил в администрацию, но там предложили только финансовую помощь по 15 тысяч на человека. Пишите заявление и снова ждите. А временное жилье предоставить не могут. Его в Березовке, скорее всего, и нет. Глава поселка от комментариев отказался. Наталья Архипова, Валерий Чащин, Седьмой канал. Лето закончилось, а изменения в городе продолжаются. Новое место для прогулок с качелями, каруселями и лавочками появилось в Октябрьском районе. Сегодня, несмотря на по-осеннему прохладную погоду, сквер собрал немало людей. Почему местные жители ждали перемен в своем районе, расскажет Ксения Гречихина. Еще совсем маленькому Макару бегать по новой детской площадке не мешает ни дождь, ни прохладная погода. Ведь в новом сквере Октябрьского района развлечений много. Качели, карусели, горка и даже батут. Они понравились и юным красноярцам, и их родителям. Мне понравилось, мы живем недалеко, красиво прям, и качели интересные, особенно горка понравилась батутом. Детских площадок много, но в ближайшем доступе интересная достаточно, потому что в большинстве приходится куда-то ехать гулять, потому что все достаточно однообразное. Мало того, что в этом районе раньше не было такой современной площадки, на территории сквера располагались подвалы, когда-то там была автостоянка, а вокруг пустырь. У местных жителей не было места для прогулки, поэтому сквер для них большая радость. Здесь была заброшенная территория, рухнувшие подвалы, не убиралось. Ну, то есть пространство было ужасное. Ждали, конечно, потому что очень много людей в храм приходит. У нас здесь не было места для прогулок, для отдыха, поэтому такое пространство, оно нужно, важно. Ребятишки здесь гуляют, как радуются, как прыгают. Замечательно. Благоустройство сквера Михайловский стало возможным благодаря программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. Его реализация находится под постоянным контролем депутатов. Вместе с неравнодушными жителями, которые голосовали за сквер в своем районе, они делали городское пространство лучше. Депутаты работают с красноярцами на всех этапах, от начала голосования до проектирования и контроля за выполнением. Сегодня на объекте побывал депутат городского совета Денис Степанов. Выбрали жители непосредственно этого пространства. Они за него проголосовали по формированию комфортной городской среды. Все видим мы его очень. Будем, я думаю, что его развивать в том плане, что больше зеленых насаждений, наверное, будем увидеть. И малых архитектурных форм добавления уже он обслуживается, содержится компанией УЗС. Принимать прогулочную зону приехал и глава Октябрьского района Красноярска. Он пообщался с подрядчиками, узнал, насколько безопасно городское пространство и также задался вопросами о зеленении. Тогда, если засохли деревья, мы их менять не будем. Вы компенсируете 50 евро? В рамках ЛКГС, потому что засох, тут все это по гарантии. Но это уже на свечу. Да. По весне и по замене. И мы старались здесь... В рамках гарантии. Мы три года обязаны наблюдать, спредить за деревья. Территория вокруг сквера пока не тронута, но ее благоустроят. Хоть там и не появятся масштабные конструкции, так как это зона ЛЭП и строить на ней запрещено, грязь заменят зеленые газоны и пешеходные дорожки. Ксения Гречихина, Данил Дубенко, Седьмой канал. Вы смотрите новости Седьмого канала, телефон редакции 2-900-333. Продолжаем выпуск. Ютуб в России могут полностью заблокировать через 3-5 месяцев. Такой прогноз дал председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко в интервью изданию «Аргументы и факты». Он предположил, что Ютуб все это время повисит в состоянии замедления. Напомню, что в июле и августе Ютуб уже начали замедлять, а депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал это вынужденной мерой. Провайдеры получили предупреждение о том, что необходимо снизить скорость загрузки. А тем, кто на это не выполнил. Пользователи жаловались, что страницы с видео не открываются или загружаются в низком качестве. Если необходимые проверки покажут, что отсутствие сервиса не приведет к тяжелым последствиям, его судьба предрешена. Мы можем задаваться вопросами, зачем банять Ютуб, если есть Телеграм, где через шаг все эти СМИ же и находятся. И все те же, кого мы не любим в Ютубе, все там же живут. Но это уже история про ответы, которые мы с вами получаем. Это то, что зато Ютуб банит наши каналы, а Павел нет. Я не знаю, насколько это, знаете, равновесная история. Обидно одним, а страдают другие. Так бывает обычно в этой жизни. Но я бы предположил, что судя по реакции, которая сейчас есть, что Ютуб вот так вот повисит 3-5 месяцев, и потом будет заблокирован. Проверки качества питания сегодня прошли во всех школах столовых города. Делали это родители, учеников, папы и мамы, лично снимали пробу блюд. В одном из учебных заведений города сегодня побывала и наша съемочная группа. Как можно продегустировать то, что едят дети, расскажет Евгений Назарчук. Это, ну, имеется ежедневное меню, размещено для родителей. Родители учеников 16-й школы Красноярска заполняют так называемый чек-лист. В нем мамы ребятишек оценивают качество организации питания в столовой учебного заведения. В списке критериев чистота залов и столов, наличие мыла и полотенец, а также температура блюд. Своими вкусовыми впечатлениями родители ребятишек поделились и с нами. На завтрак у нас был омлет, свежие овощи, какао. Все попробовали, все вкусно. Готовы приходить каждый день, но положение не позволяет, конечно. Деткам будет очень хорошо, потому что им придется кушать это каждый день. Тем временем ребятишки пришли с занятия и уплетают завтрак. Признаются, что все вкусно, но самое-самое – это пицца. Во-первых, столовая приятная. Как видите, интерьер такой модненький. Пища тут вкусная тоже. Я сегодня попробовал пиццу, ну и омлет, ну и чай с лимоном. Что самое вкусное? Пицца понравилась сильно. Очень вкусная. После реконструкции этой школы в ней появился собственный пищеблок. В штате у директора теперь шесть новых сотрудников. Среди них пекарь, разносчики, посудомойщики и даже есть собственный шеф-повар. Главная по кухне Софья Логачева говорит, что все блюда вкусные, а главное – полезные. У нас получается две перемены в первой смене, две перемены во второй смене. Посуды моются, получается, два раза. Температурный режим у нас работает. Мармиты. И на кухне у нас все на плите находится, на днерочке все у нас подогревается. В этом году для родителей и учеников работает горячая линия. Номер телефона вы видите сейчас на своих экранах. Позвонив по нему, вы сможете получить все ответы на вопросы касаемо организации качества школьного питания. Замечания от родителей принимают по телефонам приемной дирекции департамента образования. Отмечу, проверки запуска обеспечения детей школьным питанием сегодня прошли во всех школах. Представители управления образования и дирекции по питанию строго следят за запуском процесса в образовательных учреждениях. Переход на самостоятельную организацию питания – это вопрос достаточно сложный. Руководителям принимается взвешенное, обдуманное решение. Учитываются и материально-технические условия, и кадровая обеспеченность. Поэтому, как только руководитель учреждения принимает решение или делает вывод о том, что школа готова перейти на самостоятельную организацию питания, мы это только приветствуем. Система родительского контроля продолжит свою работу в течение всего учебного года. Любой родитель может прийти в столовую и попробовать то, чем кормят его ребенка. Для этого необходимо обратиться к директору или к классному руководителю, после чего вас внесут в списки и пропустят в столовую учебного заведения. Евгений Назарчук, Павел Иваницкий, Седьмой канал. Отстаивать интересы жителей городов и районов и находить новые точки роста. Сегодня Михаил Котюков обозначил приоритеты и ключевые задачи, которые необходимо решить новым главам территории края. Участие во встрече с главой региона приняли мэры Каннская, Минусинская, а также руководители Березовского, Емельяновского, Мотыгинского и Саянского районов. Губернатор призвал принимать активное участие в формировании бюджетов, как краевого, так и муниципальных, которые станут основой развития на ближайшие годы. Проявлять инициативу, формировать идеи и проекты, которые придадут импульс развитию территории и привлекут молодые кадры. При решении поставленных задач нужно ориентироваться на достижение национальных целей развития, обозначенных президентом. Но в первую очередь учитывать пожелания людей и решать их вопросы. Именно мнения жителей должны стать основой программы действий в каждом муниципалитете. Очень важно для вас, как руководителей, только приступивших к исполнению своих обязанностей, получивших поддержку на местном уровне, соответственно, эту поддержку, предварить в реальные дела. И важно, чтобы жители городов, районов действительно вам доверяли. Поэтому принципиально важно организовать прямой диалог с людьми. Не стесняться никаких вопросов. Формировать бюджет с учетом мнения населения. И это правильно. И, быть может, мы, органы власти, знаем где-то лучше, нам так кажется. Но все же, для того, чтобы было потом, впоследствии, меньше нареканий, несомненно, надо учитывать мнение населения. Вы смотрите новости 7 канала. Телефон редакции 2-900-333. Продолжаем выпуск. Год исправительных работ за ущерб в 100 миллионов рублей. Суд вынес приговор виновницы пожара в торговом центре взлетка Плаза. Это произошло в ноябре позапрошлого года. Сушев нетипичной пельменной, забыла выключить на ночь фритюрницу. Масло вспыхнуло, огонь распространился на кухню, затем перекинулся на фасад здания. Всего выгорело 200 квадратных метров. Пострадали 19 торговых точек. Забывчивую сотрудницу признали виновной в уничтожении чужого имущества в крупном размере. Ей грозил год лишения свободы, но суд учел, что у нее есть несовершеннолетний ребенок. Теперь в течение года она будет выплачивать по 10% от заработков в пользу государства. Свою вину женщина не признала. Далее в двух словах расскажем о других заметных событиях. Красноярец украл доллары на 40 миллионов рублей у автотранспортного предприятия. Он забрался в окно административного здания и там обчистил сейф. По данным полиции, мужчину задержали в арендованной квартире. Раньше он уже был судим за имущественные преступления. Большую часть денег нашли в тайнике у одного из лесных массивов Октябрьского района. За кражу в особо крупном размере мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы. На парковке в Тихих Зорях загорелась Лада Калина. Видео с места происшествия опубликовали в сети очевидцы. Известно, что из-за возгорания был поврежден мотор автомобиля. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание электропроводки. Для тушения на место прибыли две машины пожарных и восемь спасателей. Ликвидировать им огонь на площади 1 квадратный метр удалось в течение 35 минут. К счастью, никто не пострадал. По словам очевидцев, в специальных красных ящиках на парковке не оказалось средств пожаротушения. 5,5 тысяч жителей края заболели ОРВИ за минувшую неделю. Из них в краевой столице больше 3 тысяч человек. Об этом сообщили специалисты Роспотребнадзора. При этом они отметили, что показатель заболеваемости не превышает эпидемиологический порог. Чаще всего у людей выявляли вирусы негриппозной этиологии. Тем временем детским садам и школам не рекомендовано допускать к занятиям ребятишек с признаками простуды. Такая мера должна помочь избежать ухудшения эпидемиологической ситуации. Пернатый дебошир устроил краш-тест фотоловушки в Саяно-Шушенском заповеднике. Птица упорно колотила технику и смогла сломать два датчика движения. В заповеднике пока не знают, что так привлекло черного дятва. Сотрудники отметили только то, что камеры были разных производителей. Птицы и раньше попадали в объективы фотоловушек. Но такого к ним интереса никогда не проявляли. На этой неделе новый учебный год начался у тысяч студентов Красноярского края. Некоторые из них пришли на учебу не в аудитории и лекционные залы, а в промышленные цеха и исследовательские лаборатории. Молодые люди изучают технологии на реальных производствах. Лучших из них возьмут на работу уже во время обучения. Где у молодежи есть такие возможности и перспективы, расскажет Дарья Морева. На самом деле замечательно, что помимо рабочих проектов я могу заниматься написанием своего диплома, который мне в будущем поможет в трудоспространстве. Учиться, работать и реализовывать собственные проекты. Еще недавно студент четвертого курса Павел и мечтать об этом не мог. А уже сегодня работает наравне с другими сотрудниками в Красцветмете. О наборе в корпоративную группу парень узнал в институте. Пришел попробовать свои силы и теперь Павел уже не просто практикант, а полноценный сотрудник научной лаборатории. На учебе в институте я получаю много технических знаний, но приходя сюда я могу эти знания практически подкрепить. Когда я закончу учебу, я планирую также сюда устроиться работать, потому что мне все нравится. Нравится коллектив, руководитель мой. Также планирую расти по карьерной лестнице. Такие перспективы есть у студентов корпоративной группы. Уже 10 лет в ней готовят специалистов для работы в промышленном металлургическом секторе. Каждый из ребят получает более 900 часов практического обучения. Лучшие приходят на работу в компанию. Корпоративная группа для компании – это инструмент для взаимодействия с молодыми специалистами. Для ребят, в свою очередь, это стартовая площадка для дальнейшего карьерного роста. За время обучения мы присматриваемся к ним, а они к нам. Мы даем ребятам и теоретические знания, и практический опыт. Они сразу погружаются в реальные производственные условия и бизнес-процессы компании. Металлургия – одна из ключевых отраслей Красноярского края. Для ее развития нужны грамотные специалисты. Чтобы таких людей было больше, чтобы они оставались в Красноярском крае, важно привлекать молодые кадры к интересным проектам еще во время их обучения в вузах. Для любого университета самая главная задача – это карьера выпускника. Потому что если вы работаете успешный, университет гордится. Ребят, вам создавать будущее Красноярского края, вам укреплять страну в центре страны, здесь в Сибири у нас. Прокачать навыки в реальных условиях студентам помогают наставники. Это действующие сотрудники компании, которые поддерживают ребят во время практики. Такой опыт важен как для самих практикантов, так и для экспертов. В процессе объяснения, когда этот человек задает тебе какие-то наводящие, например, вопросы, о которых ты, может быть, сам даже не догадывался, это позволяет и тебе самому получше разобраться в материале. Многие студенты еще во время обучения просятся к нам на работу, то есть на полноценное трудоустройство, и мы действительно принимаем их, чтобы они могли нарабатывать свой трудовой опыт уже во время обучения. Корпоративная группа создана на базе Института цветных металлов СФУ. Для университета важно, чтобы крупные предприятия края вкладывались в развитие кадрового потенциала региона. Студенты в процессе обучения понимают ту роль, которую предстоит им сыграть в будущем отрасли. И это, конечно же, обеспечивается за счет тесной интеграции университета и компаний, и крупного бизнеса разных отраслей. То, что компании заходят в образовательный процесс, позволяет нам раскрыть потенциал наших студентов, с другой стороны, удержать их в Красноярском крае. Только в этом году в корпоративную группу зачислили 19 человек. Сейчас в нее принимают не только студентов Института цветных металлов, но и Политехнического института, Института космических и информационных технологий СФУ и разных специальностей, не только металлургов. Например, Мария Химик. Сейчас она успешно совмещает учебу в магистратуре и работу в лаборатории. Мне понравились люди, понравилась обстановка, сам масштаб работы, то, что мы делаем. Мы создаем что-то новое, создаем новые технологии, создаем то, что точно будет применяться и то, что точно будет полезно. То есть у меня не было сомнений, что я хочу здесь работать. Сомнения отпадают, когда студент погружается в культуру компании. Кроме того, в Красцветмете молодым людям помогают определиться с карьерным треком, экспертным или управленческим. С такой поддержкой развиваться в любимой профессии гораздо проще. Дарья Морева, Данил Дубенко, Седьмой канал. А теперь информация о погоде. В среду, 4 сентября, в Красноярске облачно возможен дождь. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 733 миллиметра ртутного столба. Ночью плюс 9 градусов, днем до плюс 13. К этой минуте у нас все сообщения. Если у вас есть свои новости, звоните в нашу редакцию по телефону 2900-333. Присылайте фото, видео и текстовые сообщения на наши вайбер-вотсап номер 8 391 2900-333, а также в чат телеграм-канала. Ну и не забывайте о наших социальных сетях. С вами был Алексей Кован.